Ас-саляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракатух. Я Рустам Хазрат Иди Атулин, и мы начинаем цикл видео, который будет называться «Ислам. Это просто». И сегодня мы с вами поговорим о существовании Аллаха, о том, что Аллах, Он просто существует, что Он есть. Потому что мы живем в постсоветском пространстве, и, правда, мне в своей жизни приходилось видеть всего два таких, скажем, проявленных атеистов, которые вообще про существование Всевышнего не верят. А так люди все равно, даже если не называют его Аллахом, Богом или кем-либо, они верят во что-то такое сверхъестественное. Кто-то говорит это вселенский разум, кто-то там еще как, кто-то называет вселенной, кстати, о вселенной мы с вами поговорим, да, и так далее. То есть человек во что-то верит. И это в человека заложено. Дело в том, что есть, например, логическое объяснение существования Аллаха. И если мы с этого начнем, то нужно понять, что мы живем в мире, где есть причина-следственная связь. Каждая вещь является последствием чего-либо. То есть если мы в этом помещении чувствуем тепло, а снаружи холодно, значит, есть источник тепла. Если мы видим свет, значит, есть источник света. То есть каждая вещь, она является последствием чего-то. Есть его причина. Но если мы пойдем по поиску, по пути поиска причины, то есть мы нашли источник света, и этот источник света, откуда он берет свет? Значит, есть техническая сторона вопроса, есть энергия, да, то есть у него есть своя причина. И дальше идем по следствию уже. И таким образом мы идем по причине-следственной связи. То есть каждая вещь имеет свою причину возникновения. И когда мы задаем вопрос, откуда весь мир появился? Вот откуда появился весь мир, вся Вселенная, весь материальный мир, да, то тогда должен быть источник всего. Первоначальный источник, который зародил все, создал все. И мы в данный момент, сейчас его еще не рассматриваем, как что это создатель в понимании, в религиозном понимании. Дело в том, что даже если человек атеист, то ему нужно объяснить мироздание, откуда все это возникло. И все равно человек вынужден идти по причине-следственной связи, по поиску первопричины. И когда человек находит эту первопричину, то нужно понять, что эта первопричина, она является причиной всего, но она не зависит от других причин. То есть эта первопричина, она не подчиняется тем законам, которым подчиняются причины, которые из него вышли. И материалисты тоже столкнулись с такой проблемой. Им нужно было объяснить, откуда появился этот мир. И тогда они сказали, что это Вселенная. Вот может быть до сих пор вам приходится слышать, вот иногда какие-то там в интернете какую-то информацию проводят, и применяют слово «вселенная дает», например. И откуда это возникло? Дело в том, что ничего нового нету. Идея о том, что Вселенная, она самодостаточна, она была еще у древних греков. В древнегреческой философии была идея о том, что Вселенная, она самодостаточна, и она как бы самозарождается. Фактически, если посмотреть на это с точки зрения религии, это попытка дать Вселенному качество Всевышнего. То есть Вселенная, они хотели сказать, что Вселенная не подчиняется тем законам, по которым живут все остальные. Но данная попытка у материалистов не удалась, потому что, когда начала наука развиваться, в 1920 году появился такой ученый Александр Фридман, который математически доказал, что Вселенная не статична ни во времени, ни в пространстве. То есть Вселенная, она когда-то была создана, и она подчиняется тем же материальным законам, по которым живет весь остальной мир внутри этого. Но это была теория, это было математическое доказательство. Дело в том, что математика, она позволяет прогнозировать. Но другие ученые не сразу с этим согласились. Но такой известный уже ученый, как Эйнштейн, он заметил, что теория Фридмана, она как калька легла в теорию относительности Эйнштейна. И другие законы последствий, уже и доказательство о том, что Вселенная, она расширяется, привело к тому, что Вселенная, она, оказывается, появилась в результате Большого Взрыва. И тут перед учеными встал вопрос, что же было до Большого Взрыва? Какая причина его зародила? Откуда взялась материя? Откуда взялась энергия? Откуда начался отчет времени? И так далее. То есть, научно уже было доказано, что Вселенная, она, оказывается, тоже является последствием чего-то. Так вот, перед учеными встал вопрос, а откуда же была первопричина? Верующий человек говорит, что это был наш с вами создатель. Но в этот момент ученые, современный мир, он отвечает на вопрос, как, но не отвечает на вопрос, почему, откуда все это возникло, пока наука не может объяснить. Правда, и сейчас некоторые ученые, американские, например, пытаются, попытка есть, как бы обратно вернуться вот к этому, к той идее, что Вселенная сама зародилась. Но это всего лишь попытки, пускай пытаются, но это еще такая же теория. То есть, смотрите, мистика в том, что Вселенная зародилась сама по себе, в этом мистике больше, чем в том, что создатель Вселенной это Аллах Субханахуа Тагаля. Так вот, смотрите, Аллах Субханахуа Тагаля в Коране говорит, «Куль ху Аллаху ахад Аллаху ссомад». Скажи, что Аллах один, и Аллах ассомад, вот это качество Аллаха ассомад, она объясняется, ну, для нашего понимания нужно с двух сторон подойти к объяснению этого слова. Она одновременно означает «извичный» и одновременно означает «первопричина всего». То есть, причина, в котором нуждаются все, но она, эта причина, ни в какой причине не нуждается. И это Аллах Субханахуа Тагаля. Но почему она извична? Да, вот это первопричина. Почему это два в одном? Почему первопричина, она извична? Потому что она не подчиняется законам времени и пространства в том понимании, как его понимаем мы. Аллах Субханахуа Тагаля находится за гранью созданного мира, потому что он создатель. Он не подчиняется тем законам, которым подчиняется наш с вами мир, который мы знаем. И об этом Аллах Субханахуа Тагаля тоже в этом же аяте, в этой же суре Кур'ана говорит. И не был он похож ни на что, то, что есть в этом мире. То есть он за гранью. И поэтому некоторые вещи, например, мы не можем понять то, что Аллах Субханахуа Тагаля не рождал он и не был рожден. То есть у Аллах Субханахуа Тагаля нет начала и нет конца, но в то же время он есть. Это то, что мы говорим Удюд, то есть существование Аллаха Субханахуа Тагаля. То, что это мироздание невозможно объяснить, кроме как через то, что весь этот мир создан Всевышним. Другого объяснения нет. И вопрос только даже не в том, откуда жизнь зародилась. Многие утыкаются к вопросу теории дарвинизма, теории эволюции. Но тут нужно понять, что речь не только об этом идет, а вообще о том, откуда появился весь вот этот мир, весь вот этот материальный мир. И нематериальный, кстати, тоже. И мы еще не знаем, чего больше, материального или нематериального. Нематериальных вещей тоже немало. Ведь когда мы говорим, что, например, любовь, ну потрогайте любовь, ум, потрогайте ум, это нематериальные вещи, но они же есть. Кто может исключить разум? Попытайтесь исключить существование своего собственного разума. Есть он у вас или нет? Мне кажется, он у вас есть, но, ну мне так кажется, но поймите, его нельзя потрогать, но он есть, понимаете, и таких вещей тоже немало. И тут наша задача понять, что этот мир, он создан всевышним. И есть не только логическое и не только научное объяснение существования Аллаха, есть еще такой интересный момент, это существование совершенства. Вот подумайте, вот смотрите, мы применяем слово, такое слово, как совершенство, совершенность, да? Но мы же знаем, что в этом мире нету совершенства, нету ничего совершенного. Ничего совершенного в этом мире нет. Все в этом мире он рождается или появляется, развивается, доходит до пика развития, потом идет уже, так скажем, старение и уничтожение или гибель. Даже если, например, возьмем закон термодинамики, который говорит, что все стремится к хаосу. Если мы это помещение оставим лет эдак на 50, не будем трогать, просто оставим его лет на 50 и не будем трогать. Через 50 лет зайдем в это помещение, как вы думаете, оно будет в таком же состоянии? Нет. Оно будет уже там, и краска там отколупается, может даже, и шпаклевка где-то отойдет, и так далее. Почему? Потому что все молекулы в движении, и они приводят все к хаосу. Ничто не совершенно, ничто не может сохраниться в том виде, которым она была создана изначально. Все идет к какому-то разрушению. Но откуда тогда появилось вообще понимание совершенства? Откуда человек вообще придумал это слово, что есть совершенство? А потому что совершенен только Аллах. То есть есть тот, кто совершенен, но в этом мире его нету. В том мире, где мы живем, мы его не видим. То есть получается, что мы понимаем, что есть совершенство, но мы его не видим. Откуда человек мог придумать то, чего он не видит? Понимаете? Это могло прийти только от ощущения совершенства, но совершенства не того, что есть в этом мире, от ощущения совершенства того, кто создал этот мир. И он совершенен. И когда мы говорим Субхан Аллах, вот это Субхан означает, что это тот, который не имеет недостатков. Он тот, кто совершенен. Но мы его не видим, но мы очищаем, мы чувствуем, что он есть. есть. И когда я разговаривал, вот почему даже в современном мире люди пытаются применить слово вселенной, даже говорят, вселенная дает, вот когда смотришь какие-нибудь там, сейчас же много стало всяких там, например, благодарите вселенные и так далее. Почему именно вселенная? потому что вселенная это неразумное существо. Перед ним не надо нести ответственность. А когда мы применяем слово Аллах или применяем слово Бог, тут уже появляется ответственность перед ним. И поэтому человек как-то хочет дистанцироваться от этой ответственности. И вся суть того, что человек пытается заменить создателя чем-то созданным, заключается в том, чтобы уйти от этой ответственности всего лишь. И есть еще один момент, он морально-этический более такой, это существование зла. То есть если мы в логическом понимании говорим, что мир не может существовать без создателя, с научной точки зрения говорим то же самое, существование например совершенства, мы тоже говорим, что это наш создатель. Но есть один момент, который часто применяют атеисты, материалисты, это морально-этический вопрос, это то, что касается существования добра и зла. И зачастую они говорят, что если есть Бог, почему же он допустил существование зла, что в мире опять-таки повторюсь, не все совершенно, я в этом согласен, в этом мире не все совершенно, я в этом согласен, с этим никто спорить не будет, но почему же Всевышний допустил существование таких вещей, что в этом мире есть и бедность, есть и другие, и болезни есть, и есть такая вещь, как смерть тоже, и как же это допустить, как же это понять, что Бог есть, но он допустил существование таких вещей, дело в том, что Аллах дал человеку волю, и мы вольны выбирать, что такое хорошо, что такое плохо, но мы не всегда в этом разбираемся, мы не всегда знаем, что на конечном счете является добром, потому что мы все измеряем с точки зрения, мы люди являемся очень хорошими специалистами в определении того, что нам нравится и того, что нам не нравится, но мы не всегда все знаем в плане того, что из того, что нам нравится, хорошо это или плохо, или не все, что нам нравится, является хорошо или плохо, и не все, что нам не нравится, является для нас добром, то есть это разные параметры измерения, нравится, не нравится, это один список вопросов, хорошо это или плохо, это другой вопрос, ну пару примеров приведу, на моем опыте был случай, когда женщина, ей 32 года, у нее умерла мама, да, умерла мама и конечно для нее эта трагедия, она очень переживала, но когда я начал расспрашивать у нее, сколько было лет, ей было 74, болела ли она, она говорит, у нее был целый букет болезней и она начала перечислять о том, что она перенесла несколько операций, что ей меняли коленная чашечка, что она была на инсулиновой зависимости и так далее, то есть человек-то ведь и не жил, человек мучился, но она-то, когда я у нее спросил, а почему вы переживаете, что она умерла, почему вы не думаете, что она спаслась, то есть Всевышний ее спас, забрав ее в иной мир, и тут она мне сказала, так она же меня любила, и понимаете, ей-то важно было не очищение и не чувство того человека, который мучился, фактически, ей было важны свои внутренние очищения, она из этого исходила, она из этого распределяла, что такое хорошо, что такое плохо, и не думая о том человеке, который просто-таки напросто-таки мучается, а когда я ей сказал, а вдруг даже когда ей сказал, что вдруг ей твоей матери там лучше, она же даже не рассматривает этот вопрос, она говорит, так она же меня любила, она о себе думает, то есть эгоистический подход, понимаете, и мы все распределяем понятие добро и зло именно с эгоистической точки зрения, и когда даже люди говорят, почему Бог этот Всевышний, Аллах это допускает, фактически это ведь просто-таки напросто-таки обида на него, это не означает, что вот Аллах в Коране говорит, может быть вы что-то и ненавидите, то есть что-то вам не нравится, но это для вас благо, сколько у вас в жизни было таких вещей, которые вот сейчас они вам не нравились, в конечном счете это оказалось для вас благом, и когда было наоборот, когда вы радовались чему-то, а потом это обернулось для вас злом. Такое иногда тоже бывает. Друг моего братишки, у него была мечта купить мотоцикл, он купил мотоцикл, разогнался на 200 до 200 километров в час разбился. К сожалению, насмерть. Понимаете, ну, мечту он достиг, мечта удалась, но никто не радовался этому. Не все, что для нас кажется хорошо, оно является таким, таковым. Поэтому нету основания говорить, что Всевышний когда допускает это, он предоставляет нам выбор. А этот выбор мы уже делаем сами. Иначе, мы бы были роботами. Да, Всевышний мог нас создать роботами такими безвольными, но кому хочется быть таковым? мы же хотим иметь свободу выбора. А когда мы имеем свободу выбора, нужно понимать, что не всегда человек, я имею ввиду под словом человек, не отдельно взятую личность, человек, он поступает правильно и не всегда праведно. Поэтому Всевышний дав нам свободу выбора, дал нам такую свободу выбора, которая называется религии. Но в данном случае мы имеем ввиду под словом религия, это Ислам. Саламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракату.